25 июня, воскресенье, благоприятный день для посадок. Показывать пример, принимая ответственность за свою жизнь и за каждый сделанный выбор. Чтобы найти свой идеальный курс по жизни, научитесь ценить и принимать себя. В описании к ролику будет прикреплено видео со Стасом Эрихом на эту тему. Личный пример, который другие не смогут проигнорировать. Ваши действия будут результативными, пока вы уважаете свой путь. Предпочитать общество, в котором вы больше цените жизнь. Общаясь с людьми, вы познаете себя. Вы развиваете способность к верным суждениям, наблюдая за всем, что происходит в жизни. Женская сила может ношить страх. Не пытайтесь подавить женскую природу. Быть на высоте в трудных обстоятельствах. Стоит приостановиться, как вы обретаете и терпение, и силу духа. Вы способны совладать с чувствами и пережить неудачи, не принимая их близко к сердцу. Проявляйте заботу, в первую очередь к себе. Систематизируйте хаос, который мог возникнуть. Пробуйте новое. Побудьте немного ролевой моделью. Посмотрите на людей отстраненно, что именно они вам показывают. И это воскресенье, день солнца. Лучше всего гармонизирует солнце ранний подъем, до 6 утра или до восхода солнца. Кто рано встает, тому Бог дает. Хотя бы раз в год встречайте рассвет. И в этот день солнышко всходит в 3.47 по Москве. Можно делать практику сурья намаскар, приветствия солнцу. Это гармонизирует жизненную энергию прану и стабилизирует огонь в теле, в том числе огонь пищеварения и повышает иммунитет. Очень хорошо для составления внутреннего стержня, для пищеварения. И также это улучшает работу манипуры, чакры. Хорошо по воскресеньям делать пожертвования в храмы, гулять, напитываться солнечным светом, делать техники прощения и благодарения. Если у вас много обидчиков, то можно прописать по одному человеку в течение 90 дней имя. Прости меня, я тебя прощаю, я тебя благодарю. А потом сделать 10 поклонов человеку, которого прощаете и благодарите. И в этом фраза «Прости меня» самая сильная. При этом не важно, человек жив или уже нет. Можно мысленно представить его образ. Старайтесь желать счастья всем живым существам, культивируйте в себе все, что связано с радостью и желайте отдавать это другим. Важно избавиться от гордости, надменности, импульсивности, язвительности, враждебном настрое, высокомерии, неуважении, эгоизме, длительном гневе и недоверии жизни. В воскресенье благоприятно заниматься планированием деятельности на ближайшую неделю. Также хорошо заниматься внутренним самопознанием. Благоприятно заниматься практиками по работе с родом, а также посещать храмы, священные места и места силы. И мы стремимся к самым позитивным энергиям солнца. Это ответственность за себя и окружающих, умение делать собственный выбор, великодушие, благородство, щедрость и энтузиазм. Лидерские качества, ясное видение, уважительное отношение, уверенность в себе, пунктуальность, соблюдение режима дня. При этом у нас седьмые лунные сутки. Слово обладает очень большой силой в этот день. Врать противопоказано. Уязвимые руки рекомендуется их не нагружать. Нельзя есть куриное мясо и яйца. Не стоит записываться в парикмахерскую. Для операций и лечебного голодания день подходит. Осторожно при работе с документами. День подходит для грамотного судебного разбирательства. Слово это инструмент созидания реальности. Каждая мысль материальна. Ни одно слово не проходит даром и не растворяется без остатка. Слово как отпечаток пальца. Индивидуальная подпись. При помощи слова важно направление энергии. Слово бумеранг. И каждое возвращается обратно. Важен эмоциональный заряд слов. И в этот день усиливается сила слова. Может появиться желание много говорить. Не участвуйте в сплетних и пустых разговорах. Все негативные слова быстро приведут к негативным последствиям. Все сказанное в этот день. Причем и хорошее и плохое будет осуществляться очень быстро. Лучше лишний раз промолчать, если вы не уверены, что сказанные слова принесут кому-то пользу. Молитвы, мантры и аффирмации в этот день особенно сильны. А лгать категорически запрещается. Следите за легкими и одевайтесь по погоде. Практика для седьмого лунного дня. Активация программы здоровья на уровне ДНК. В молекуле ДНК заложена информация не только о нашем биологическом теле, развитии, функционировании, но и о нашей судьбе. Многие привыкли считать, что мы осуществляем в своей судьбе лишь то, что заложено генетически, то есть получено от биологических родителей. И что эту информацию невозможно ни отменить, ни заменить. Но на самом деле это не так. Когда мы принимаем свою божественность как основу всего своего существования, родительские гены отходят на задний план, а вперед выступает замысел Творца как нашего высшего родителя. Вы можете стать живым воплощением, если научитесь передавать своей ДНК волю Всевышнего. И таким образом программировать для себя не только здоровье, молодость, долголетие, но и счастливую судьбу. Ведь счастливая судьба для каждого человека это и есть замысел Творца. Считайте, что такая программа для вас уже существует. Вам нужно только донести ее до своих клеток, до своей генетической структуры. Если у вас есть такая возможность, посмотрите в зеркало. Если такой возможности нет, закройте глаза и представьте себе свой внешний облик. Скажите громко вслух. Я обращаюсь к моей ДНК. Моя прекрасная, божественная ДНК. Сейчас мы возвращаемся к высшему замыслу Творца. Сейчас я возвращаюсь к себе все свойства и качества, изначально предназначенные для меня Богом. Сейчас я включаю в действия все естественные природные программы, созданные для меня, как для искры Бога, величественного существа, божественного света. Я включаю в каждой клетке моего тела программу исцеления. Я включаю программу совершенного здоровья. Я включаю программу омоложения. Я включаю программу бодрости, силы, энергии. Я включаю программу обретения призвания. Я включаю программу успеха. Я включаю программу благополучия. Я включаю программу благосостояния. Вы можете добавить еще и те позитивные программы, которые, считайте, необходимо включить в своей ДНК. Выполнив это упражнение, немного посидите с закрытыми глазами и глубоко подышите. Представьте, что заложенные вами программы уже начали свое действие в вашем теле и в вашей жизни. Луна находится в созвездии Утара Бхалгуни, которая благоприятна для сексуальной активности и заключения брака. Если вы находитесь в Лос-Анджелесе, то это очень хороший день. Создание вещей, имеющих продолжительную природу, например, организации, обществ, сообществ, решение вопроса с высшими авторитетами, применение административных мер всех типов, деятельность, связанная с карьерой, покупка собственности или переезд в новый дом, надевание новой одежды и украшений, проведение священных церемоний и ритуалов, исполнение отеческих обязанностей, деятельность, требующая такта и дипломатичности, благотворительность. И настрой на день. Я освобождаюсь от потребности быть в центре внимания. Я освобождаюсь от гордости и эгоцентризма. Я сознаю свое достоинство и уверен в своих силах. Я знаю, что заслуживаю уважения и любви. Я ощущаю божественную любовь, нисходящую на меня с небес. Я освобождаюсь от деструктивного, критического отношения к себе и другим. Я освобождаюсь от привычки во всем требовать совершенства. Я признаю, что мое тело, мой ум и мой дух округлое и соразмерное. Любая моя работа ладится легко и приносит плоды. Я отвожу работе в моей жизни ту роль, которую она заслуживает. И как обычно, я желаю вам находиться в состоянии радости, легкости и великолепия. Ставьте лайки, подписывайтесь на этот канал. Если хотите попасть на консультацию или на обучение, у вас всегда есть такой шанс. Контактные данные закреплены на главной странице этого канала. И в завершение я предлагаю вам написать комментарий. Я желаю всем счастья!